Танзеля Кашапова Дополнительно приносит там перерасчет на эту сумму, содержание. Ну, за все. Если не следить за своим жильем, конечно, это тоже проблемы там создаются. Ну, постоянно воевать тоже надоедает. Мы же старые люди. У нас вот 25 лет подъезд не белили. Мы не на крайне живем, а в центре живем. Функции фонда основные – это функции технического заказчика при выполнении капитального ремонта. Цель закона капитального ремонта заключается в следующем. Чтобы собственников на квартирах домов заставить заниматься ремонтом своего общего имущества на квартирах домов. В то же время предусмотрена государственная муниципальная поддержка. Плата за капитальный ремонт рассчитывается в зависимости от размера квартиры. По Башкирии эта сумма составляет около 6 рублей за квадратный метр. По умолчанию эти средства поступают в общий котел регионального оператора. Но жители могут открыть специальный счет, чтобы накопить средства только на ремонт собственного дома. Спецчет может открываться у регионального оператора, и региональный оператор к ним доступа не имеет. А есть спецчет, который открывается в ТСЖ, в ЖСК, в различных кооперативах. Если на общем счете регионального оператора, то все вместе складываются и по очереди ремонтируют дома согласно республиканской адресе программы. Если собственники отдельно складывают деньги, республиканская программа принимает для них, в каком году должны отремонтировать. Они уже сколько денег собрали использовать для этого ремонта. Если у них не хватает средств, они должны изыскать эти средства. Если они в этот год по республиканской программе не смогли набрать средства и отремонтировать свой дом, в этом случае муниципалитет передает данный дом в общий котел регионального оператора. И тогда уже на следующий год региональный оператор должен отремонтировать данный дом. Как вы относитесь к тому, что теперь нужно отдельно платить за капитальный ремонт? Ну, в общем-то, пока еще не знаю даже. Поживем, увидим. Нормально отношусь. Вообще-то должны ремонт делать, в принципе, я считаю. Но лучше, конечно, было бы в карплату. Только платим, а все ремонты, значит, должны за счет жильцов делать. Сами на себя только надеяться. Все равно выхода нет, все равно делать надо. Это все, скажем так, ломается, разрушается. А восстанавливать как? Да это же как-то каплимон происходил. Из каких средств это было непонятно. Почему сейчас этих средств не стало непонятно? У нас зарплату еще не поднимают. Поднимают зарплату прямо очень так часто и быстро. Мы, конечно, всегда оплачиваем все коммунальные услуги. Уж как бы такие мы в старой закалке люди, поэтому всегда оплачиваем, но очень дорого. Многие жители республики относятся к программе капремонта с недоверием. За октябрь по новым квитанциям заплатило лишь треть населения. К примеру, в Благовещенске около тысячи человек отказали сотрудничать с региональным оператором. Пока, по словам заместителя министра ЖКХ, эта ситуация не разрешилась. Альфред Зинатулин подчеркивает, людей интересует, когда будет капитальный ремонт именно их дома. Порядка 18 тысяч домов в целом, в общем-то, по республике, по этой программе будет ремонтироваться. Сейчас программа сверстана на 30 лет республиканская. Мы еще раз просмотрим все дома, включенную программу, с тем, чтобы каждый дом мог себя найти в этой программе в течение первых 10 лет. За 10 лет одним-двумя видами ремонта все дома пройдут, и люди реально увидят, что те деньги, которые они платили, вот они реально выплатились в ремонте крыши, сантехники, электрики или других видов работ. Обязанность платить, она законом федеральным прописана. Если человек относится к малоимущим, то есть платеж за коммунальные услуги превышает 20% от дохода семьи, то они имеют право на получение субсидий. В Госдоме рассматривается проект освобождения новых домов от уплаты капитального ремонта, если дому меньше 5 лет. Но пока по новым квитанциям должны платить все. Штрафные санкции к неплательщикам начнут применяться уже в следующем году.